Добрый вечер! В эфире канала ТВ-центр Красноярск, телеблог Андреевского Родникова. В начале прошлой недели весь Красноярский край пронзила паника. Шутка ли? Сначала из уст у уста, потом через электронные СМИ и интернет-форумы, как ушат холодной воды, вылилось сообщение. Произошла крупная авария на Саяно-Шушенской ГЭС. На том самом гиганте, выше по течению от Красноярска и многих городов края, где высота гребня плотины составляет, вдумайтесь, 245 метров. Нетрудно представить, что может случиться, если удерживание такой махиной водяной вал вдруг найдет себе дорогу в теле конструкции, десятки лет удерживающих стихию. К счастью, хотя к ситуации данное слово не очень применительно, окончилось все без особо катастрофических последствий в масштабах страны и региона. Хотя относительно, конечно же, десятки погибших, пропавших без вести специалистов, остановленные в результате прорыва воды в машинном зале выработка энергии, которые пользовались в предприятии сотни тысяч потребителей в регионе и за его пределами. Все это печальный итог. А вся ситуация вокруг аварии, ее освещение в прессе силами гражданской обороны, реакция властей, да и вообще сама возможность техногенной катастрофы, насчитавшись до этого момента надежнейшим гидросооружением. Все это лакмусовая бумажка, яркая иллюстрация к тому, к чему пришла наша страна за безмалого 20 лет построения капитализма. Кстати, не обошлось и без жутковатой мистики. Вал всех катастроф и неприятностей почему-то сваливается на нашу страну аккурат в последние месяцы лета. Как начали с августовского путча, прошли через дефолты, так и каждый месяц. Как не август, а место для пары катастроф или обвала в заголовках всегда найдется. Однако мистика мистикой, а реальность такова, что страна наша вполне может жить в ожидании различных техногенных катаклизмов безо всяких августов. Просто такова наша объективная реальность, в которой со времен перестройки и развала СССР не было построено, за очень редкими исключениями, ни одного крупного завода, имеющиеся или перепрофилировали во что-то, дающие немедленную отдачу, или стоят они, ощеряясь на мир пустыми глазницами постующих цехов, или волочат полумертвое существование. Опять же, за редкими исключениями немногих экономически благополучных предприятий. А тысячи километров теплотрасс, рассыпающихся дорог, вечно реформированные, да никак не могут еще идти в ногу со временем ЖКХ. Все это жило, по большому счету, за счет запаса оставшегося советских времен. Там, где рвалось, на скорую руку латали. Где-то в тучные годы даже что-то строили, меняли на современное. Но в общем массе мистика не то, что крушится и валится у нас по августам. Мистика в том, что не стало это обыденным явлением каждого месяца, недели или даже дня. Можно много раз, как заклинание, повторять слово «нанотехнологии». Однако от одного факта всего не станем мы страной передовой. Из всего «нано», позволю каламбур из сети, лучше всего у нас пока что с Анатолием Борисовичем. Кстати, до перехода в «нанотехнологии» за энергетику всея Руси отвечавшего. А в каком у нас передовом состоянии эта энергетика и по чем киловатт стоит, напоминать не нужно, я думаю. Это и дает повод западной прессе при описании трагедии поучать нас вполне справедливо во многом. Цитирую. «Если из аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и можно извлечь что-то позитивное, так это то, что она может придать срочный характер усилиям по модернизации страны, которую Россия должна была сделать национальным приоритетом после краха Советского Союза 18 лет назад». Наша же пресса вообще первые дни кидалась из крайности в крайность. Доходило до того, что где-то по явному скудованию редакторов и писак размещались заголовки на вроде того, что плотина и вовсе рухнула. Во многом же, в общем и целом, явная неразбериха в информсообщениях явилась следствием провала работы пресс-служб, ответственных ведомств. А где нет информации, там есть паника. Хорошо, что в этот раз ее масштабу удалось локализовать. Но пока суть до дела. Всех говорящих о том, что нужно что-то срочно менять, принято было не менее срочно, да и смачно клеймить паникерами. Так же, как клеймили всех немногих, осмелившихся давать прогнозы о грядущем экономическом кризисе в РФ и мире. Солидные, пузатые, мордатые эксперты, вальяжные с чувством собственного превосходства и приобщения ко всем тайнам мироздания, рисовали красивые схемки, в которых будущее у нас было светло, денежно и нанотехнологично. Однако нефть подешевела, посыпались акции, стопфонд перестал быть любимым заклинанием экономистам. Да и экспертов со всеми их радужными схемками как ветром сдуло. Один лишь Путин остался, как лучший инструмент регуляции экономики в ручном режиме. Туда прилетит, заводчанам долги выплатят, в супермаркет зайдет, тоже чего подешевеет. На ГЭС вот после аварии слетал, вроде электроэнергия дорожать до января не будет. А то, если вы не в курсе, владеет ТСН-Шушенской Русгидро. Да только восстанавливать все, что они там на эксплойте работали, всем миром, то есть за счет наших карманов, захотелось им. Подытоживая все вышесказанное, с горечью приходится признавать, у советского наследия выходит срок службы. И все начинает сыпаться. От заводов ИГРЭС до самолетов 1986 года выпуска. А мы все никак не можем себе признаться, что являемся отсталым современным государством. Без армии, без науки, без промышленности, без сельского хозяйства. Мы со сверстниками пьем и живем в свое удовольствие. Никогда не переусердствуем, никогда просто так для других, а тем более для страны, ничего не сделаем. И как бы говорим всем этим фатализмом, ленью и безразличием, придите и заберите нашу землю. Только сначала спроектируйте те печи, в которых придется сжечь миллионы неспособных к труду аборигенов. Субтитры подогнал «Симон»